доброго времени суток зрители моего канала сегодня в рубрике мастерская мы поэкспериментируем с панелями вот такими вот солнечными панельками они мне достались по случаю исправно не неисправно не знаю но достались и не по случаю смысл в чем это садовый светильник у них конструкции бывают разные продаются во всех супермаркетах в разных хозяйственных магазинах где бывает оснащена оснащены такими штырями чтобы землю втыкать ну если тропинку надо светить тропинку то есть днем они заряжаются ночью типа отдают но все равно оснащены выключателем и честно говоря я этого сильно не понимаю потому что вот этот выключатель его все равно надо включать и выключать то есть у с утра встали прошли по тропинке выключили да там их если вы 10 штук купили то есть как бы я не совсем понимаю как она работает в смысле и польза но как один светильник там поставить маячок какой-то ну пускай кому-то это нравится и интересно таких вот у меня несколько штук и что они из себя представляют я сразу быстро объясню внутри вот я несколько штук их разобрал внутри находится вот если вот так даже посмотреть вот целый целый собранный на самом деле он не простой не просто сделан так вот вот он сделан вот таким образом это черная точка вот эта черная маленькая микросхемка сборка это контроллер заряда то есть вот то что я держу в руках это электростанция настоящая электростанция вот она ее называют в быту солнечная электростанция да на самом деле она ее правильно будет называть фотоэлектрическая потому что вот сюда падает свет да и превращается с помощью этого сплава панели там специальное вещество да на ней на основе него она вырабатывает при не вырабатывает а преобразует солнечный свет в электроэнергию а вот здесь вот уже собрано вот такая вот платка в которой присутствует вот здесь вот аккумулятор стоит который заряжается от этой панельки и стоит маленькая микросхема вот и могу так вот показать если видно не видно 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 вот маленькая микросхемка это и есть сама вот это управление короче управление маленький светодиодик которая стоит вот вот здесь вот установлен прозрачный беленький который горит белым он это нагрузка то есть потребитель и все то есть я там в одной из своих статей это описывал все по-простому как бы теперь интересно как эти панели работают у меня есть тестер вот тестер и есть замечательный паяльник который мы можем пахнет прекрасно это настоящая канифоль попробуем попаять что-то и тестером померить показатели всей этой схемы все переключаю на стол и комментирую на столе на столе у меня тут все есть то есть вот трофейный этот у меня светильнички случайным образом полученные или подарена не знаю вот это у меня искусственное солнце лампа ну и все и будем смотреть что происходит если солнце начинает падать на эти светильники значит что у меня есть у меня есть вот так вот вот таких два светильника и я могу вот сразу включить и показать значит предел измерений 20 вольт потому что неизвестно сколько они выдают берем ну красный он красный проводок он и в китае красный берем и меряем по-быстрому да вот раз значит он выдает 14 но это видно если ближе 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 то есть предел у нас получается он где-то 179 вот теперь проверяем 2 точно также подцепляем его на красненький проводок и смотрим здесь вот 234 это говорит о том что он но панель или эффективнее или вот во второй что-то не работает но может быть одна не работает либо качество такое сборки короче вот есть теперь что мы делаем я их между собой соединил последовательно то есть плюс соединил с минусом соответственно это у нас будет минус и здесь плюсы я цепляю и показываю то есть три почти четыре вольта то есть если их ну понятно что если их поднимать то они мне больше дадут напряжение должны дать ну да почти 4 вольта они не могут разогнать это все то есть у нас стандартное напряжение разных аккумуляторов я сразу покажу вот вот такой вот у меня тут лабораторный есть аккумулятор это от сотового телефона у него 37 то есть я уже начинаю делать вывода что у 2 вот таких вот батарейки могут зарядить могут зарядить дать вернее напряжение которое нужно больше ну известно что допустим здесь 37 то напряжение зарядки должна быть ну 5 например 5 вольт но стандартная вы все втыкаете в 5 вольтовые блоки питания вот и заряжаете сотовые там телефоны и разные это единственное различие это вот емкость батареи здесь одна бан панель заряжает вот такой вот маленький аккумулятор 1 и 2 всего вольта ну то есть этого хватает теперь дальше что мы хотим посмотреть например какой ток ток то есть я на беру и настраиваю свой тестер на ток посмотреть только сколько произведел произвел переключение на постоянный ток на замеру постоянного тока 20 микроампер сейчас попробуем у меня есть провод и попробуем сделать замер вот он дает чем ближе подносим лампу к лампе тем он больше но где-то 1 и 2 микроампера не знаю попробовать еще туда подальше мы почти почти 2 микроампера он дает это соответствует вот здесь вот есть надписи на батарейке такие непонятные но цифры примерно совпадают 40 микроампер час это емкость наверное а 4 микроампера это его может быть зарядка church ну ладно теперь у нас есть что это мы взяли просто просто панели теперь мы берем рабочий светильник вот он с микроконтроллером со всеми делами и проверяем что здесь у нас дается я беру и проверяю его он дает полтора микроампера то есть вот пожалуйста все вот видно это зарядка то есть я воткнув клеммы вот эти клеммы то есть работает но и напряжение можно тоже померить переключил тестер на напряжение пожалуйста 2 вольта он выдает то есть вот это даже очень хороший все то есть формальный если рассуждать то вот это здесь неисправен аккумулятор то есть заменить вот эту таблетку маленький этот аккумулятор и он будет работать ну и таких вот у меня 8 штук теперь остается узнать пойду я к соседям теперь остается узнать сколько микроампер нужен ток да ну чтобы зарядить эту батарею пойду к умным соседям которые меня ремонтируют сотовые телефоны ну и узнаю если они мне скажут ну все я сбегал к соседям пообщался с ними но люди занимаются практикой вот в практике оказалось таким если говорить простым языком ненаучным то чтобы напряжение должно быть вот если у вас 37 аккумулятор то напряжение будет но должно быть не менее 4 допустим вольт ну там до 5 без проблем как бы то есть мне нужно собрать поставить вот таких вот фонариков вот таких фонариков аж три штуки но если их три поставлю вот так вот то я наберу на себе вот такую штуку ну то есть наберу батарею который будет давать там около 5 вольт ну хорошую погоду дальше самое тяжелое оказалось ток то есть стоком все гораздо хуже вот такую батарею нужно заряжать нужно хотя бы 400 допустим миллиампер то есть одна у нас одна батарейка у нас одна электростанция нас дает 1 и 2 миллиампера поэтому заряжаться она будет вечно это этот аккумулятор но если сложить параллельно ну сейчас я уже как бы в рамках передачи не успею этого сделать но попробую спаять для следующей передачи такую батарейку собрать батарею параллельно элементов то возможно у нас получится а еще тут из имеющегося у меня я могу заряжать не сотовый телефон а допустим батарея которая стоит вертолетах вот игрушка вертолет наша любимая вот она вот с ней внутри нее стоит вот такой маленький 100 100 миллиамперный аккумулятор вот его уже можно попробовать по заряжать вот так вот вот такая вот вот такие нехитрые расчеты можно не можно но уже пробовать надо пробовать вот такая тема интересная мы посмотрим что сейчас вот так вот я соединил параллельно то есть что такое параллельно это вот минус к минусу плюс к плюсу но и сделал вывод по длине и теперь что я делаю я ложу вожу это все под наше солнышко вот и подключаю перевожу перевожу тестер на измерение миллиамперов постоянного тока все тестер готов давайте посмотрим что будет если начать освещает лампой это все хозяйство ну ну как и ожидалось 3 миллиампера вполне все теперь нужно увеличивать количество параллельно соединенных батарей да там вот так вот дальше уже 1 4 вот вот так вот уже 4 там 6 и соответственно если мы вот так вот все соединим ну можно уже путем простого умножения до или удвоения можно прикинуть что если вот так вот он дает 3 миллиампера среднем до то 6 это будет 10 миллиампер но собственно и все экспериментируйте читайте книжки проводите свои лабораторные работы вот и и прежде чем вот материально это делать почитайте инструкции то есть что как с чем можно соединить и что можно будет заряжать всем пока